Всем привет! С вами снова я Настя и сегодняшний топ посвящен четырем дорамам, которые три из них вышли в августе и некоторые выходят сейчас с начала сентября. Также дополнительно одна дорама, которая уже есть полностью переведена, переведена полностью, короче уже полностью переведена, также по-моему есть уже озвучка к ней. Я почему-то забыла о этой дораме, когда ее смотрела, забыла рассказать вам о ней. Также в следующем видео я расскажу вам о некоторых мини-драмах, которые мне тоже понравились, которые я вам хотела бы порекомендовать. Пожалуй, начнем с дорамы, которую я забыла упомянуть еще, наверное, во всех предыдущих моих видео. Эта дорама называется «Следствие ведут старички». Это очень забавная дорама, в которой рассказывается история о том, как был создан, скажем так, эликсир молодости и эликсир старости. Для того, чтобы снова стать молодым, нужно забрать молодость у ее новой, допустим, парня. Соответственно, мы забираем у кого-то молодость, он состаривается, а мы опять омоложаемся. Дорама забавная тем, что помимо того, что мы видим молодых актеров, такими, как я, они есть, они трансформируются в старичков. И актеры, которые играют в этой дораме, пожилые актеры, они очень своеобразные, очень веселые, артистичные. Мне безумно понравилась драма, также там, кстати, играет Фич Оль, здесь я правильно произведу слово имя, и Супер Джуньер. Думаю, вам понравится, как он играет именно в этой дораме, потому что я смотрела с ним шоу, но там он, конечно, своеобразный был. Здесь же он, наоборот, такой приятный, спокойный, милый даже. Следующая дорама, о которой я хотела бы вам рассказать, это Йон Парри, я думаю, все ее уже смотрели. Это медицинская драма, я думаю, вам она понравится, если вы любите истории про преступников. В истории про то, как богатые пытаются поделить трон, и также все это отмечено с медициной, о том, как обычный, скажем так, врач спасает девушку, вводя ее из комы, при этом, как бы, спасая ее уже от ее брата любимого, который решает ее убить. Эта история очень запутанная, своеобразная. Честно скажу, у меня смешанные пока чувства к этой дораме, но я думаю, что это нечем, когда я уже доберусь до серединки, она мне понравится намного больше, чем на данный момент. У меня там собака скурит. Так, следующая дорама, далее вам сразу оговорюсь, две дорамы, они более такие семейные, более жизненные. Первая дорама, это снова как в 20, она вышла совсем недавно, вышла именно на сегодня, на 3 сентября, вышла 4 серии. Дорама рассказывает нам о том, как бывшая супруга, выйдя в 19 лет замуж, если не ошибаюсь по возрасту, потратила свою юность, пропустила колледж, университет, родила ребенка, и уже к своим 38 годам она разводится со своим мужем, и решает наверстать упущенное, поступить снова в университет и, скажем так, дать волю своим желаниям. Дорама интересная, единственное, что меня напрягает, это персонаж, сама жена, она, вроде бы, в ней есть какая-то, знаете, она может и оплевуху дать, а с другой стороны, такая мямля перед своим мужем, что мне ей даже жалко, ну как можно быть такой размазнёй? Посмотрим, что выводит, мне нравится, что она музыкальная, в этой дораме есть танцы, песни, это мне очень нравится. Треть, так, третий, уже четвёртая дорама, последняя дорама, это семейная дорама, называется «Соседская жена». Она, по-моему, имеет ограничение 18+, но я бы сказала, что там всё-таки больше 16+, по российским меркам. Эта история рассказывает о двух парах семейных, которые живут напротив друг друга. И самое смешное, что каждый, в принципе, хотел бы поменяться с супругами, потому что у них уже за 20 лет совместной жизни угасло её чувство, нету страсти. У мужа проблема своего рода, он не может заниматься любовью к своей женой, она его не возбуждает. А жена, наоборот, расстраивается, что как так, у них вроде всё нормально, а у них ничего не получается в этом плане. В другой семье же, наоборот, муж холодный и командует своей женой. Поэтому это всё-таки дорама больше для любителей семейных таких сериальчиков. На этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. Всем до завтра. Всех люблю. Всех целую. Пока.